МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Национальной палате предпринимателей просят госорганы не диктовать бизнесу цены на продукцию. Ксива больше не указ. Олег Шпикбаев предлагает упразднить корочки государственных служащих. Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Аккорды. Лидеры стран рассмотрели итоги конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося на этой неделе в Сочи. В ходе беседы главы государств также обсудили казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции в свете прошедшего заседания Евразийского межправительственного совета и форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, говорится в сообщении. Казахстанцев начнут готовить к цифровой эпохе уже с начальных классов. Реформы в отечественной системе образования начнутся с этого года. Шкалеры начнут познавать основы программирования и робототехники. А для старшеклассников ведут уроки предпринимательства технологического. В столице уже с сентября заработает «Астана Хаб». А семь промышленных гигантов в течение года откроют эталонные цифровые фабрики. Обо всем этом стало известно в ходе состоявшегося накануне в Алматы межправительственного форума, посвященного евразийскому курсу на цифровую экономику. О чем говорили премьер-министр шести стран и какие новшества ждут казахстанцев в ближайшие годы, расскажет Виктория Кучма. Небольшую встряску зарубежным гостям форума в Алматы устроила природа. В разгар мероприятия мегаполис ощутил мощные подземные толчки. Как сообщили информленты, магнитудой два балла. Но на работе форума это никак не отразилось. Событие собрало более тысячи гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья. Это премьер-министры пяти стран-союзниц, эксперты по цифровым технологиям, чиновники, бизнес и почти две сотни журналистов. Форум, посвященный сотрудничеству государств евразийского пространства в области цифровизации, настоящее испытание для принимающей стороны. В первую очередь для поваров. Чтобы накормить армию участников форума, потребовались тонны различных продуктов и сотни литров напитков. При этом от некоторых делегаций поступали даже спецзаказы. Одна иностранная делегация попросила приготовить исключительно местную еду, казахскую еду. И мы вчера готовили для них бешпормак, как основной кулинарный символ Казахстана. Для них это было в диковинку, и им это очень понравилось. Пожалуй, еще никогда прежде на постсоветском пространстве проблему перехода к цифровизации не обсуждали так масштабно и при участии столь высокопоставленных лиц. Казахстан преуспел в развитии электронного правительства. Наш ЕГО в 33-й в мире и номер один среди стран-соседей. До 80% госуслуг в ближайшие годы будут оказываться онлайн. Армения имеет высокий уровень охвата широко полосным интернетом и одной из первых внедрила ЛТЕ-сеть. Узбекистан успешно реализует проект «Умный Ташкент» и имеет цифровой ЖКХ. Беларусь первой перешла на смарт-контракты с криптовалютой и по технологии блокчейн в рамках своей регуляторной песочницы в парке высоких технологий. Кыргызстан, кстати, тоже готов вырваться на передовую по вопросам обращения цифровых денег. Мы хотим применить систему криптовалюты в наших госзакупках. И сегодня мы уже работаем с коллегами. Это, по-моему, будет тоже очень хороший подход, потому что мы не особо рискуем, но когда в госзакупках используется криптовалюта, это тоже снижает уровень коррупции. Российский премьер Дмитрий Медведев блокчейн называет фундаментальным прорывом человечества. А вот в отношении криптовалют, в отличие от своих коллег, пессимистичен. Вот здесь коллеги говорили, можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательнее отнесемся, потому что наши экономики слишком сильные и тесно связанные. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза. Но я уж не говорю о том, что в идеале, конечно, по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. Поезд еще не ушел. Поезд уже стартует с перона, начинает обороты, надо успеть запрыгнуть хотя бы на последний вагон. Вот я считаю, что мы все-таки успели, запрыгнули. И что меня отрадно, что радует, что когда мы оказались в этом вагоне, мы зашли в купе, и мы увидели своих же друзей, коллег, которые также в этом поезде. И мы двигаемся вместе. По отдельности мы бы не смогли. Инновационными проектами для экономики страны займется новый «Астана Хаб», который планируют открыть на базе павильона «Экспо» уже в сентябре этого года. Примечательно, что его резиденты смогут получить бесплатное временное жилье вблизи павильона. Резидентов ждут и другие преференции. В Можилис уже поступил законопроект по снижению ряда налогов для развития сектора инновации. Например, налог на дивиденды и прирост стоимости для IT-компаний могут снизить с 15 до 5%. Беспрецедентные меры поддержки государство готово предложить и инвесторам. Бизнесам предложена идея создания ассоциации «Бизнес-ангелов». И совместно с партнерством Европейской ассоциации «Бизнес-ангелов» уже подготовлен пакет налоговых льгот для «Бизнес-ангелов». Национальным агентством по технологическому развитию НАТРОМ разработан законопроект по венчурному финансированию. Сейчас он также отрабатывается с госорганами. Мы планируем его принять уже в этом году. Еще одна важная инициатива – запуск в этом году на базе МФЦА регуляторной песочницы. Это особый правовой режим, в рамках которого будут испытывать различные новаторские проекты. И уже после внедрять в экономику. Отдельную дискуссию посвятили цифровизации промышленников Казахстана. Внедрению проекта в цифровой рудник и цифровое месторождение. В течение этого года, как сообщил сегодня министр Женас Касымбек, будут созданы семь эталонных цифровых фабрик на базе уже действующих крупных предприятий, которые уже активно внедряют цифровые технологии. Таковыми министр Женас Касымбек считает порядка 20 крупных казахстанских промышленников. Ну и кроме того, министр отметил, что в ближайшие годы приоритет на базовой индустрии будет вряд ли меняться, но при этом адаптация технологии индустрии 4.0 позволит казахстанским компаниям быть более конкурентоспособными. Между тем, казахстанские чиновники уже успешно осваивают цифровые технологии. Причем не только в благих целях. К примеру, сотрудники Министерства финансов добывали криптовалюты на серверах государственных информационных систем. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности страны. Известно, что для майнинга на серверы и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы, использовавшие вычислительные ресурсы госорганов, что снижало скорость обработки информации и замедляло их работу. В сообщении КНБ говорится, что противоправную деятельность осуществляли сотрудники информационных подразделений Комитета государственных доходов. Из официального сообщения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Расследуются уголовные дела по статье 207 и 210 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам добывания криптовалют на серверах государственных информационных систем в департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атыраусской, Актюбинской и Североказахстанской областям Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Сегодня, кстати, в пресс-службе Комитета госдоходов сообщили, что касательно озвученной КНБ информации проводится служебная проверка. При этом ведомстве подчеркнули, что угрозы информационной безопасности Комитета и всего Министерства финансов нет. Тем временем Комитету национальной безопасности могут дать право отключать телефонную связь и интернет в случае угрозы информационной инфраструктуре. Об этом говорится в проекте национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности, опубликованном на портале Открытые НПА. В документе говорится, что в особых случаях председатель КНБ или лица его замещающие, а также руководители территориальных департаментов Комитета вправе приостанавливать работу сетей и средств связи, доступ к интернет-ресурсам в интересах субъектов оперативно-розыскной деятельности. Отметим, что публичное обсуждение антикризисного плана продлится до 13 февраля. Порядка 20 миллиардов тенге составит бюджет Международного финансового центра Астана на текущий год. Об этом на брифинге в столице сообщил управляющий МФЦА Хайрат Килимбетов. По его словам, эта сумма будет закладываться в госказне на ближайшие три года. Кроме того, он рассказал, что уже с начала года свою работу начали все институты центра, среди которых суд, регулятор и арбитражный центр. Вместе с тем, к концу текущего года на бирже МФЦА пройдет IPO таких национальных компаний, как Эйрастана, Казатампром, Казахтелеком. Причем роудшоу запланировано уже на первое полугодие 2018-го. Что касается бюджета в этом году и вообще в трехлетней заявке, мы планируем, что порядка 20 миллиардов тенге на создание и функционирование первые три года всех финансовых институтов ежегодно будет закладываться. В бюджете 2018-го года заложено 20 миллиардов тенге. Биржа МФЦА планирует выйти на самоокупаемость в течение уже трех-пяти лет. Соответственно, эта сумма будет снижаться. Кроме того, Кайрат Келембетов рассказал, что официальная презентация Международного финансового центра Астана состоится 5 июля текущего года. Ожидается, что в ней примет участие и глава государства Нурсултан Назарбаев. Также он напомнил, что официальным партнером МФЦА стал и наш телеканал. А подписанное трехстороннее соглашение с мировым агентством Bloomberg будет способствовать процессам привлечения иностранных инвестиций и освещения развития экономики страны, считает Кайрат Келембетов. Большим подспорьем в рамках визита главы государства для дальнейшего освещения деятельности работы МФЦА стало подписание контракта между Международным финансовым центром Астана, крупнейшей мировой компанией Bloomberg и также канала Матемикин Бизнес Ченнел. То есть в рамках такого государственного частного партнерства мы договорились о том, что компания Bloomberg открывает свое полномасштабное представительство с возможностью вещания в рамках всемирной сети Bloomberg. И как раз этот канал начнет свою работу и будет освещать деятельность МФЦА, будет освещать процессы приватизации. В Национальной палате предпринимателей просят госорганы не диктовать бизнесу цены на продукцию. Такое заявление на заседании правительства сделал председатель правления НПП Атамикен Аблаймар Захметов. В частности, он предложил предусмотреть законодательную ответственность за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Аблаймар Захметов напомнил, что на сегодня в стране применяются огромные штрафы для предприятий, увлеченных в ценовом сговоре. Кроме того, он подчеркнул, что такие нарушители должны нести наказание, но не искажать рынок. По словам председателя правления, есть случаи, когда в ценовом сговоре участвуют и государственные органы. Для этого и следует внести зеркальную ответственность госорганов, считает Аблаймар Захметов. Такие факты в ходе этих разбирательств мы видели. Допустим, по Касынку и Казахмусову там были вмешательства у полночного органа, который устанавливал цену серной кислоты, навязывал. Или же были факты, когда Акимат устанавливал там по отпуску жиженого газа. То есть мы понимаем, что социально, но тем не менее, все-таки это вмешательство в деятельность предпринимателей, она должна, наверное, будет пресечена. И, соответственно, мы хотели, чтобы Крым ЗК более строже относилась к нарушениям со стороны госорганов. Зеркально. 14 миллиардов тенге вернула в казну антикоррупционная служба. Об этом на неделе рассказал председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев в ходе заседания коллегии в Астане. В целом, по данным ведомства, уровень коррупции в стране снизился на 18%. Так, в прошлом году зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений. Пресечено 108 фактов системной коррупции. 320 лиц привлечены к уголовной ответственности. В целях борьбы со взяточничеством и снижения коррупционных рисков в агентстве предлагают упразднить корочки и заменить их на ID-карты. Кроме того, председатель агентства затронул вопросы этики и культуры на рабочем месте. Хочу заверить, что соответствующие нарушения будут пресекаться самым жестким образом вплоть до увольнения. Мы вместе должны приложить все усилия, чтобы искоренить хамство и грубость на государственной службе. Это нам вместе с вами по силам. Поэтому я считаю, что нам всем надо перестраиваться. Должны быть именно корректность, вежливость, культура по отношению наших граждан. В то же время самим государственным служащим необходимо трансформировать мышление и приспосабливаться к современным реалиям, заявил Алик Шпикпаев. По его словам, сегодня искусственный интеллект может выполнять ту же работу, что и рядовой госслужащий. Поэтому чиновникам необходимо развивать навыки критического мышления, лидерства и коммуникации, считает Шпикпаев. Как госслужащие должны себя вести в современных реалиях, мы поговорим сегодня с заместителем директора департамента по связям с общественностью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурланом Жахиным. Добро пожаловать, Нурлан. Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что нашли время принять участие в нашей программе и ответить на наши вопросы. И сразу же, если перейти к вопросам, скажите, пожалуйста, какая работа сейчас проводится в рамках модернизации государственной службы, сознания государственных служащих? Спасибо за вопрос, за приглашение. Хотелось бы отметить, что в целом агентство является органом, непосредственно подотчетным президентом. Миссией агентства является ведение единой политики в сфере государственной службы противодействия коррупции и контроля качества оказания государственных услуг. В этой связи мы уже реализовали, можно сказать, план нации «100 шагов». В части профессионализации государственного аппарата сделана очень большая работа. Итоги, вот вы видите, подведены на расширенном заседании коллегии агентства, на котором подведены итоги 2017 года. Также определены приоритетные направления на предстоящий год, период. Председателем Олегом Жаткомбайовичем определены конкретные задачи и приоритеты. В том числе это касается вопросов изменения сознания государственных служащих в части реализации программы «Рухани Жангру», профессионализации государственного аппарата, то есть дальнейшая, реализация внедрения цифрового агентства, а также превентивных мер коррупции. Вы сейчас упомянули внедрение цифрового агентства. Можете поподробнее рассказать, что это значит и как это будет выглядеть? Председатель отметил на коллегии, что по инициативе в этом году агентства расширяется функции информационной системы ЕХЗМЕД. Она уже у нас действует, данная информационная система, но сейчас она внедрена во все госорганы, скажем так, до самых низких уровней, до сельских округов, то есть в Акимате все этим пользуются. Но функции именно расширения, то есть там же есть у нас все данные, получается, но мы пользуемся им только, получается, в самом, то есть компьютере, программе. То есть сейчас уже рассматривается вопрос, то есть внедрение, как раз таки уже, уже скажу, второе, это ID-карт. То есть сейчас мы хотим начать с самого агентства. Председатель вот предложил, что уже на следующей неделе мы разрабатываем для сотрудников ID-карты. То есть в дальнейшем это будет уже, скажем так, замена служебных удостоверений, как говорят в народе, это корочки. То есть это уже, скажем так, да, как председатель сказал, это уже рудимент прошлого, то есть это уже в целом, есть, так сказать, данные служебного удостоверения, мы ими не пользуемся. Только вот мы замечаем, да, не секрет, мы видим, что некоторые сотрудники государственных органов, в том числе и правоохранительных органов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, бывает, представляется, да, то есть в быту, да, то есть уже вне работы, да, то есть вне исполнения своих служебных обязанностей, он, получается, превышает, да, показывает корочки, и это, соответственно, бывает, запугивает тех же самых, скажем так, да, сотрудников дорожной полиции. Так, каково, от нее мы пользы не видим, вообще, в целом, так если сказать. И поэтому в будущем, то есть мы будем запускать ID-карты, в которые будут уже все данные включены, да, скажем так, в виде цифровизации. Вначале, возможно, это мы вот предлагаем вот такие вот карты, где у нас будет номер, должность, фамилия, имя, отчество, да, и тот же самый штрих-код во взаимосвязи, которые будут работать с ЕХЗМЕТ. Но в перспективе тоже мы уже рассматриваем и такой вариант, как бы это все еще, как бы, проект, как бы на уровне, то есть банковской карты, да, вот примерно такого, если скажем, принципа, но там же уже будет чип, то есть в чипе будет и ЭЦП, и данные, и возможно... То есть вся цифровая информация будет. Вся цифровая информация необходимая, в то же время это, возможно, и будет являться нашим тем же самым, скажем так, карточкой для получения, к примеру, заработной платы. Это мы пока, как бы, идея, которую мы внедряем в агентстве, да, скажем так, раз мы являемся уполномоченным органом в сфере государственной службы, данные, в принципе, новшества, я думаю, если внедрим, в дальнейшем она отразится и на других государственных органах. Есть какой-то план перехода, отказа от таких служебных удостоверений, короче? Ну, здесь нужно еще и отметить тот вопрос... Расписан какой-то там, допустим, календарный план, год-два? Нет, для этого есть... Мы сейчас как бы мини, скажем так, да, ID-карта. Мы можем позволить себе внедрить у себя. Здесь еще есть одна сторона, что нужно будет изменять, то есть действующее законодательство, потому что у нас в законе о государственной службе где-то и правоохранительные, то есть есть моменты, где есть как бы служебное удостоверение. Есть другие подзаконные акты, где у нас регулируют, какие должны быть служебные удостоверения, какого цвета, формата, размера. Все эти данные тоже есть. То есть мы как бы, когда уже единое будет, мы придем к единому, что будут такие служебные удостоверения, как ID-карты, да, у всех государственных службе единые образца. Соответственно, когда законодательство будет урегулировано, тогда уже будет уже системно внедряться во все государственные органы. И здесь еще надо отметить, что стоимость самих вот этих удостоверений, что мы предлагаем, да, ID-карта, она намного, скажем так, обходится дешевле государства. То есть с учетом... Чем изготовления корочек? Да, корочек. То есть экономим бюджетные средства. Если говорить о служебных удостоверениях, их цена, да, рыночная, которую мы сейчас заказываем, делаем 3 тысячи тенге. Ну, примерно условно. Это так мы говорим. Более-менее где-то 3 тысячи тенге. В то же время, как вот эти карты, которые мы сейчас предлагаем, это для и входа в здание, в то же время там наши данные, да, мы как бы... И в то же время это как бейдж, да, это в то же время. Мы как идем к сервисному, да, клиенту ориентированному. У нас идет такое направление. В этой связи это будет самым таким... Он может у нас находиться как бейдж, висячим вариантом, либо может он будет прикрепляться, да, скажем так, на пиджак. Но еще один плюс. В дальнейшем мы считаем, что вот мы проходим, когда в государственные органы определенные есть, да, вот эти параметры, где мы показываем удостоверение, потом металлоискатель. Но в дальнейшем есть такая функция, как Wi-Fi-модуль. Например, эта карточка может находиться у нас в любом месте, да. То есть в любом месте, в кармане, да. Мы проходя через КУД, мы видим уже, что тот же полицейский может видеть, что кто прошел, с какого госоргана. И это тоже самое, как бы, те же самые, как бы, упрощает. Ускоряет. Да, ускоряет, упрощает. Ускоряет процесс. И мы еще один из, вот, цифровое агентство, что мы внедряем, это мы будем обучать агентство, то есть будет обучать. Мы будем привлекать всех государственных служащих, чтобы они получили ЭЦП. И именно они по ЭЦП получали все государственные услуги. Потому что если государственных служащих, как бы, тоже немало, есть еще правоохранительные органы, квази-госсекторы. Если все сами государственные служащие начнут с себя, то есть каждый мы начнем с себя, используя вот эту вот цифровизацию, каждый пропустим через себя и будем знать, что это такое. Лучшие его стороны. Соответственно, у нас общество будет, у каждого есть семья, школы, там, дети, родители. Соответственно, все будут переходить к цифровизации и будут понимать, что это, как бы, все идет к тому, что мы должны оказывать качественные государственные услуги и быстрые, то есть доступные. Зачем? Ну, то есть, вот, чтобы контакта не было с населением, то есть те же самые коррупционные риски, мы должны, народ должен понимать, что государство делает такой шаг именно по цифровизации, что население должно это воспринять очень положительно и позитивно. Глава государства, вот, в плане нации «Сто шагов», да, два года назад, получается, еще утверждал, что государственная служба должна стать сервисной, ориентированной на гражданина, оказывать ему услуги качественно и конкурентоспособно. Вот прошло два года, реформы проведены, мы говорим, что мы выполнили какие-то пункты плана нации, да, уже полностью выполнены агентством. Скажите, пожалуйста, вот, произошел вот этот сдвиг в сторону улучшения, в сторону сервиса со стороны государственных служащих? Да, вот, это тоже, скажу так, что это очень стало заметным, вот, если говорить о тех же самых цонах, да, спеццонах, то есть есть мы как контролирующий орган, да, в части качества оказания госслуг, есть и уполномоченный орган, да, есть и Министерство информации и коммуникации, есть и исполнительные органы, которые у всех есть свои стандарты, да, регламенты, но в то же время сейчас идет, если вот мы идем, принимаем, да, программу цифровизации, и сейчас мы наблюдаем то, что сами граждане и общественность начинают как бы идти на встречу тем же самым госорганам и говорить их слабые места, да, вот, если, как улучшить получение той же самой госслуги. К примеру, я скажу по опыту нашей специальной мониторинговой группы. В прошлом году в агентстве заработала спецмониторинговая группа, в состав которой вошли лидеры общественного мнения, блогеры, представители различных, скажем так, общественных организаций, да, которые мониторили качество оказания госслуг с выходом конкретной, то есть места оказания госслуг, это где, ну, идут большое скопление населения, это ционы, спецционы, есть и сферы, где оказание вот этих монополистских, то есть энергетические, разрешительные, контрольные системы, все вот эти вот места были проведены мониторинги, и множество вот это негативных вещей, которые, да, вот, что влияет на качество, да, условия, все вот эти были выявлены, и они были устранены. Вот я так скажу, каждый общественный деятель это вел у себя в прямом эфире через Фейсбук, да, социальные сети, и сам вот наш председатель ходил вместе с общественными представителями, да, и прямо выявляли, через две недели обратно шли, уже проверяли, как постфактум, да, то есть исправлено, неисправлено, и сейчас само население вот говорит о том, что вот даже мы даем, например, новость, да, и видим, что народ уже, положительная реакция идет со стороны населения, что да, вот это вот в цонах, например, в спеццонах многое что изменилось. Да, касательно самих государственных служащих, вот на коллегии и председателя агентства Олег Шпикпаев заявил, что государственные служащие сами должны адаптироваться уже к современным реалиям, должны понимать, что мир меняется, что информатизация идет, да, цифровизация, вот в этом ключе каким вы видите развитие государственной службы? В этом ключе развитие государственной службы, как я уже сказал, да, государственная служба, вот программа, мы сейчас идем вот модернизации, то есть общественное именно сознание самих госслужащих. Я хотел спросить, вот самих госслужащих, сознание самих госслужащих менять, какие меры вот в этом направлении? Да, вот один, была принята программа Рухани Жангру, и есть подпрограмма УИЗГИР СТРД УИЗНИН БОСТА, начни изменения себя. И данную подпрограмму реализует агентство. То есть в этом году мы уже, сейчас у нас проектный офис при нашей Академии государственного управления при президенте находится у нас, у нас есть определенные сотрудники, которые занимаются, именно у них уже есть устав, сейчас они будут влиять во все госорганы, то есть как эта работа будет проводиться по изменению сознания государственных служащих. И мы один из, скажем, инициатив, в прошлом году внедрили пул талантов, у нас в агентстве есть пул талантов, кстати, те сотрудники, которые мыслят по-другому, скажем так, да, которые внедряют, скажем так, новые инновации, да, инициативы. И я думаю, что в ближайшем будущем уже есть такие уже сдвиги, в части именно изменений общественного. Мы уже сформировали, можем так сказать, пул именно профессионалов у нас сегодня на госслужбе. Это уже видать, то есть положительные стороны видать, да, население, а мы сами, да, вот это простые граждане при получении госслуг это замечают. Но думаю, что по реализации вот самой программы «Рухани Жангру» будет намного, скажем так, да, заметнее, что народ все-таки, да, наши казахстанцы будут получать все качественные госуслуги, цифровизация станет, скажем так, войдет в госорганы во все, скажем так, да, и сами сотрудники, то есть, да, сейчас внедряется, то есть, новая оплата труда, да, с учетом этого в госорганах будут работать одни профессионалы, которые будут честно служить народу, выполняя, скажем так, все требования общества. Я так понимаю, что агентство стремится к совершенству, но также хочу сказать, что к совершенству нет предела, и хочу достигать каких-то новых и новых задач и вех в этом своем развитии. Спасибо, Нурлан, за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель директора департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин. Уважаемые зрители, на этом наша программа сегодня завершена. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин